Детское радио представляет Столько никому! Хрум! Теперь можно не только послушать, но и посмотреть! Да, Марья Петровна? Верно, Добрыня! Мы будем вести расследование на сцене! Будет сказочный переполох! Это я, сыщик Макс, вам обещаю! Музыкальный спектакль «Хрум или сказочный переполох» В концертном зале «Космос» Подробности – dtfm.ru Хрум или сказочный детекарь Детектив Здравствуй, Максим! Ты не мог бы заглянуть ко мне в кабинет? А я уже здесь! Здравствуйте, Марья Петровна! Что-то случилось в сказках? Неприятности в сказке «Кощей бессмертный» Что еще этот Кощей натворил? На этот раз он обратился за помощью Ничего себе! Да, перемещаемся И что с того, что злодей? Будто злодеев ограбить не могут Да могут, конечно! Так кто ж на такое решится? Ты не кичь, только его сыщи Я уж с ним сам разберусь А вот и детективы Ну вот, теперь-то, глядишь, дело быстрее пойдет Попытаемся вам помочь Надо понять, что случилось Случилось? Такое, что Ивану, вашему царевичу Меня теперь ни в жизни одолеть Зато одолеть меня может кто-то другой Так что не знаю Откуда неприятностей ждать? Игла пропала, детективы Из яйца А на конце иглы Смерть Кощеева А как эта игла пропала? Вот Это вы Ивана и спросите Да сколько ж можно говорить Не брал я иглы волшебной Ну, ты сам, Кощей, подумай Зачем мне это делать? Ведь сейчас она мне Ну, вот как нужна Ты, Иван, знал место, где дуб растет Что под дубом ящик Тоже знал Что в ящике заяц А в зайце утка А в утке яйцо А в яйце игла А на конце иглы Что, знал? Да, знал Только иглы не крал Мне бы матушку спасти Да и уехать отсюда Ведь ты похитил мою матушку Слышь, царевич Нету иглы Значит, не будет для тебя Счастливого конца сказки А для меня будет Так что не сносить тебе головы, Иван Отставить споры Граждане сказочные потерпевшие Рассказывайте Что да как И если можно, поподробнее Ну, что знаем, то и расскажем Марья Петровна Ведь я уже подготовился Встречать Ивана Латы свои золотые начистил Меч наточил Речь отрепетировал Досели Русского духу Слыхом Было неслыхано Видом не видно Ну и так далее А Иван Царевич Пришел с пустыми руками Не с пустыми Не с пустыми Яйцо было со мной Достал я его, значит Кощи Бух на колени Ну, причитать Не бей меня, Иван Царевич Станем жить дружно Нам весь мир будет покорен Только не причитал А сказал стоя И торжественно И что было дальше? А что дальше? Этот голубчик Хрясь яйцо Мне хоть бы хны Глянули А иглы-то в яйце Нет, как нет Куда же она делась? Вот вы у Ивана и спросите И правда, Иван Расскажи Да, признаться Я и сам ничего не понял Добрый Никитич Шел я по лесу еловому Три дня и три ночи Добрел до берега Синем море Вижу Посреди остров стоит На острове дуб Откопал из-под дуба ящик Открыл Из него заяц Ну да Поймать заяца Вам помогла волчиха? Верно А утку Которая вылетела из заяца Помогла изловить Ворона с воронятами Пока все идет По сюжету сказки Из утки выпало яйцо Обрадовался я Хотел было Яйцо в Синем море сполоснуть Да и выронил Эх, точно Прямо на дно морское Щука яйцо принесла И... Да вы и сами все знаете Легла мостом поперек воды Я на берег и выбрался И куда яйцо положили? Так я его с удары не вытер В тряпицу завернул Прямо с прилипшими камушками И в карман положил Я всю дорогу его сквозь карман чувствовал Большущее, тяжелое такое Как камень А пришел сюда Как будто и полегче стало Полегче? Ну да А, и вот еще Карман как сюда пришел Мокрым был Ну, это понятно Яйцо-то я из моря достал И что было потом? А потом я обнаружил улики Дырку в кармане Кафтана Ивана Царевича Пару хвоин кьевовых И вот Смотрите, скорлупа А в ней... Скорлупки дырочка Небольшая С ровными краями Весьма необычная улика Получается, что кто-то похитил иглу Прямо из волшебного яйца Через эту маленькую дырочку в скорлупе И ушел через дырочку в кармане Дырочка, елочка! Лучше скажите, у кого теперь моя иголочка? Разберемся, Кащей Найдем, вернем Ну, то есть, сказку вернем Чтобы шла как следует Да можно и не спешить Ой, семи смертям не бывать А одной, ну, сам Никитич знаешь Ну, Эд Кащей, как пойдет Обещать ничего не могу Что ж, детективы Нужно приступать к работе Ну, давайте Мне тоже есть чем заняться Иглу со смертью Кащея похитил Либо очень маленький Либо очень ловкий преступник Ведь он почти не оставил после себя никаких следов Либо и маленький, и ловкий А мотив какой? Может, кто-то хочет насолить Кащею или Ивану Царевичу Или этому неизвестному потребовалась игла К примеру, для работы или рукоделия Работа или рукоделия Есть у меня один давний знакомый Царь-государь Водокрут 13-й Герой сказки Евгения Шварца Мария Искусница Подводный владыка Водокрут Он похитил рукодельницу Марию Искусницу И разлучил ее с сынишкой Ванюшей Помочь Ване вернуть маму домой Вызвался русский солдат Они вместе отправились в подводное царство Чтобы освободить Марию Искусницу Но где тут мотив, Добрыня? Все очень просто Водокрут страсть как Кащея не любит Потому как считает его слишком популярным И завидует его славе А Марии Искуснице для рукоделия Нужны иголки Неплохая версия Ну точно Помните, кто принес Ивану Царевичу яйцо? Щука Может, она приплыла из царства Водяного И подменила яйца? Вполне возможно Правда, соответствует не всем уликам Но мы и не знаем пока Как было совершено похищение Есть еще один персонаж И ему могла пригодиться игла Кащея Кто это, Мария Петровна? Главный герой сказки Братьев Гримм Храбрый Портной Мог позаимствовать иглу Кащея Бессмертного Игла волшебная и очень тонкая Портной ловкий парень Находчивый Хитростью победил злого великана Обвел вокруг пальца шайку разбойников Даже поймал свирепого единорога Может, еще какой подвиг задумал совершить? Вот иголочку и взял Портной мог легко продырявить карман ножницами И вытащить сквозь дырку иголку Да так, что Иван даже не заметил пропажи Вот только как и когда он сумел это сделать Пока непонятно А что, если иглу похитили не для рукоделия А для того, чтобы использовать как оружие? Оружие? Конечно Ее можно использовать как меч Или саблю Комарик У него была сабля Правильно, Максимка Вдруг откуда-то летит Маленький комарик Подлетает к пауку Саблю вынимает А у паука никакого оружия не было Вот он и Паук из сказки Корнея Ивана Чучуковского Муха-Цокотуха Старичок-паучок Мог иголочку стащить Опять же, паучок небольшой Начнем с водокрута Эх, не люблю я на дно морское опускаться На сушь-то оно как-то привычнее Ну да ладно Перемещаемся в сказку Марья-Искусница Тут потихоньку идите Не спешите Сейчас Немного по дну пройдем Появится дорога Вымощенная серебряной рыбьей чешуей Вот Появилась Идем по ней Никуда не сворачиваем Через красный коралловый лес Потом через заросли синих водорослей Красиво И светло, как на земле Макс, не пугайся, если вдруг в кораллах или водорослях увидишь глаза, смотрящие на тебя Тут полно морских чудовищ Они охраняют подводное царство Нас не тронут, не посмеют Там впереди что-то светится Дворец водокрута рядом Охраняют его рыбы светящиеся У кого глаза, как маяки, светятся У кого фонарик на голове У кого плавники А многие от хвоста до головы переливаются всеми цветами радуги Ой, посмотрите Клетки-щуки Щуки у водокрута Что сторожилые собаки Злющие Водокрут может появиться в любой момент Кто еще тут мое царство баламутит? Кто тут ходит, кто воду крутит? Этот косматый великан с зеленой спутанной бородой до земли Тот самый водокрут? Вот молодежь пошла Сказки не твердо знают Я подводный владыка Водокрут тринадцатый А вы кто такие? Детективы Хрум и Добрыня Никитич и Марья Петровна А я сразу не признал Ну, что привело вас в мое царство подводное? Обрадовался нам Марья Петровна Давно у водокрута гостей не было Видно, солдат с Иванушкой сюда еще не пришли Я все слышу Кто еще не пришел? Кощей не пришел Водокрут Слыхал? Игла у него пропала Осерчал сильно Ходит по сказкам Пропажу ищет Ты-то у него когда в последний раз был? О, Игла Ай-яй-яй А мне для чего к нему наведываться? Это ему ко мне ходить надо бы на Скажите, пожалуйста Все ли в вашей сказке идет по сюжету? Это вы о чем? Мария Искусница У вас? У меня сидит Довольная, счастливая Вышивает А что? Думаете, кто-то ее у меня увел? Да пусть только попробует Только сунется Я в раз щелк И нету этого Кого нету? А никого нету Сильнее меня Знаменитее меня Нет никого в сказочном мире А ежели не верьте Могу вам Марьюшку мою разлюбезную Показать А покажи Ну пошли Наверное, ваши Сторожевые щуки Помогают вам доставать Разные предметы Упавшие на дно А, вернее Помощников И не сыщешь Что находят Мне приносят И сколько их у вас? Ай, не сосчитать Может пять А может двадцать пять Шустрые Вот тут В комнатке У меня Придворный лягушонок Квак живет А в этой тетушка Непогодушка Специалист по колдовству А вот и наша Марьюшка Прошу Как королева У нас тут живет Видите Золотые рыбки Ей прислуживают Клубочек подать Цвета какого хочется Ниточку в иголочку вдеть У Марьюшки нашей Все самое лучшее И ниточки И иголочки А коль не хватает чего Так я тут же достаю ей Все самое лучшее И даже волшебное Ни в чем отказа нет Здравствуйте, Мария Искусница Что воля Что неволя Все равно Можно с вами поговорить Мария Искусница Что воля Что неволя Все равно Так, так Разволновали вы Нашу Искусницу Не мешайте ей Вышиванием заниматься А вы долго А вы долго у нас Пробыть собираетесь Я ведь И рассердиться могу Так сказочку Закручу Заверчу Куда надо Мне туда И выкручу Ну и Как это понимать? Зависть Это мотив Так вы думаете Водокрут Тринадцатый Виновен В похищении иглы? Щука у него есть И не одна Иголку Если надо Говорит Достану Самую лучшую И даже волшебную Водокрут Считает себя Важнее Кощея Уверен в своей силе Считает, что может В случае необходимости Одолеть бессмертного Может он иголочку И того Стащил? Пока делать выводы рано Сначала Нужно поговорить С пауком И партняшкой Перемещаемся В сказку Муха-цокотуха Сетьте плиту Запутать смогу Вашу муху В уголок В паутину Волок Кто здесь? Сказочная полиция Богатырь Добрынь Никич И детективы Макс и Марья Петровна Сыщики, значит В чем меня Обвинить Хотите? Я ни при чем Но мы ведь Еще ни о чем Вас не спросили А будто я не знаю Зачем вы пришли Да Хочу Волочь Муху-цокотуху Есть такое желание Но только для начала Нужно починить сеть Без сеточки Несподручно Отчего же она порвалась? А сети у пауков Часто рвутся Залетит Или заползет Кто-нибудь Большой Или пробегать Кто будет рядом Дорогами Дорогами Зацепит А мне потом Чинить И как же вы будете Ее чинить? Зашью И нити я сам делаю А иголку В нашем сказочном мире Стоит заказать Так доставят С приогромным удовольствием Кто же доставит? Кто-кто Ну привезут Или сама придет Вот хотя бы Штопольная игла Дама доброжелательная Помочь никогда не откажется А нет, так и сам зашью Штопольная игла Героиня сказки Ганса Христиана Андерсона Сказка так и называется Штопольная игла Да, точно Я же читала эту сказку Только давно Кстати, штопольная игла Толще и острее обычной У нее вытянутое длинное ушко Мои бабушки такие есть Она правда С ниткой Но мне ее ниткой не надобно А если у мухи вдруг защитник объявится Что делать будете? Что еще за защитник? Муха моя И точка Для нее же все готово А на защитника, коли явится Управу найду И какую же? Чем будете защищаться? Как это чем? А мои клыки Хелицеры Прогрызу все, что угодно И дерево? И дерево, и кожу И яичную скорлупу И... Скажите, а вы в гости ходите? К знакомым Из других сказок Бывает Наверное, и в Кощеевом царстве Недавно бывали Можете вспомнить, когда это было? Бывал, вспомнить не могу Гости уже собрались Муху с именинами Поздравлять Так что мне пора Мы что же Вот так вот запросто Его и отпустим? Мы пока ни в чем Не можем его обвинить Но ведь он сам сказал Что скорлупу Может прокусить Но прокусывал ли он То самое Кощеево яйцо Непонятно Все-таки Алиби у паука нет В гости Вроде бы ходил Паутину Штопает Чинит Мог заползти в карман К Ивану И похитить иглу С такой иглой Отбиваться от комарика Сподручнее Но не думаю Что он причастен К похищению Нужно поговорить С храбрым партняшкой Один стежок Другой стежок И сделана работа Тут за штопал Здесь зашил Вот моя забота Не самый сильный Может я Но кашу я Не даром С семерых Я победить Смог Одним Ударом Это партняшка Он что-то шьет В своей мастерской Придется отвлечь Его на некоторое время Войдите Ого Как вас много Что же вам сшить? Новый камзол Рубашку Из тончайшего шелка А может Нарядное платье? Мы пришли не за одеждой Уважаемый партняшка Жаль, жаль Зря отказываетесь Я бы мигом шил Иголка в моей руке Так и летает Скажу по секрету Иногда я думаю Что она волшебная И давно у вас появилась Эта волшебная иголка? Ну я даже не припомню Не слежу Как затупилась или сломалась Новую достаю Просто одна такая иголочка Недавно пропала у Кощея Ну и дела Только я никакой иглы Ни у кого не брал Это чистая правда А правда, что вы можете Одолеть семерых Одним ударом? И семерых И десятерых Хоть двадцати пятерых Да я тысячи мух Могу одним ударом Бах Ведь главная ловкость Ой, вы чего это? Да всего лишь небольшая ниточка торчит На вашем манжете Ну вот Теперь все красиво Ловко вы орудуете ножницами Так же, как иголкой Иголка Да еще с ниткой Отличный инструмент И грозное оружие Неожиданность Неуловимость Отточенное мастерство Вот мои таланты А может вам все-таки Шить новый кафтан, например У меня как раз есть Новый набор ниток И моя любимая Серебряная иголочка Непростая у вас работа Так целыми днями И сидите в своей мастерской Никуда не выходите? Да, да, работаю Не покладая рук Продавщице сливового варенья Нужен фартук Кузнец хочет шить Пальтишко для маленького сына А ведь еще королевская фрейлина Просила новое платье Так что сижу и шью День и ночь В комнате ни одной свечи Как он мог шить ночью? А когда новая игла нужна Вы выходите из дому Приходится И давно вы у Каще были? Не был я у него И не собираюсь Мрачно Уныло и невесело там И совсем не ценят Красивые наряды А можно поближе взглянуть На вашу серебряную иголку? Нет, нельзя Свои инструменты Никому в руки не даю Можете издали полюбоваться Красивая У вас на стене вижу Висит пояс А да Это моя гордость И воспоминания Сам вышел Когда зол бываю Семерых убиваю Не нашлось еще храбрецов Чтобы смогли меня победить Храбрецов? Да, именно так Спасибо вам, храбрый партняшка Да, пожалуйста Так куда нам перемещаться, Марья Петровна? В какую сказку? Не могу назвать это место сказкой Ни леса, ни гор, ни моря Ни избушки, ни дворца И дороги никакой Это что за сказка такая? Сейчас узнаете Но сперва о том, кто точно не виноват Начну с партняшки И он не виноват? Нет, все дело в поясе На поясе вышито Когда зол бываю Семерых убиваю Партняшка сказал Что это воспоминания То есть он никак не мог быть у Кощея Ведь он путешествовал Совершал разные подвиги Значит, паук Или водокрут Вспомним, что сказал Иван Царевич Так я его, сударыня, вытер В тряпицу завернул Прямо с прилипшими камушками И в карман положил Я всю дорогу его сквозь карман чувствовал Большущее, тяжелое такое Как камень А пришел сюда Как будто и полегче стало То есть, получается, игла пропала не в воде? Именно так Значит, не водокрут Паук Я так и знал, что это он Нет, это не паук Чтобы починить паутину Ему игла не нужна А оружие? Сейчас послушаем кое-что И какую же? Чем будете защищаться? Как это? Чем? А мои клыки Хелицеры Прогрызу все, что угодно И дерево? И дерево, и кожу И яичную скорлупу, и... Некоторые пауки Действительно едят яйца Они раскалывают скорлупу клыками Полагают, что паук не виноват Ну вот Кто-то иглу похитил И никто не виноват Опять двадцать пять Именно Водокрут говорил, что у него много щук Может пять А может двадцать пять Паук говорил о рогах Что рвут паутину Портняшка говорил, что может и семерых мух прихлопнуть И двадцать пять И о том, что иголка с ниткой Грозное оружие Знакомый ряд Рога Двадцать пять Иголка с ниткой Яйцо с прилипшими камушками И мокрый карман А это здесь при чем? Вытер яйцо А карман мокрый И камушек прилип Все сходится Там кто-то идет Какие-то люди Их много Пять Десять Пятнадцать Двадцать пять Мы портные Идем на бой Иголки и нитки Несем с собой Страшный враг Выходи Никто не встанет На нашем пути Да это ж портные Двадцать пять портных А навстречу им идет Улитка Иголки и нитки Мне не страшны От них никакого толка Ведь кроме рогов Что всем видны Есть у меня Иголка Улитка И стихотворение Самуила Яковлевича Маршака Храбрецы Однажды Двадцать пять портных Вступили в бой С улиткой В руках у каждого Из них Была иголка С ниткой Но еле ноги унесли Спасаясь от врага Когда завидели вдали Улиткины рога Да-да-да Это обо мне А домик на моей спине Похож на камушек Улитки передвигаются Выделяя специальную жидкость Вот почему карман был мокрым И зубы у улитки есть Известна такая улитка Ее называют Морское блюдечко Ее зубки Из самого прочного Природного материала на земле Так считают ученые Вы прекрасно осведомлены Это очень приятно Да, терла-терла Дырочку протерла Это я иголочку взяла И обязательно верну Я спешу Уже спешу Ну вот и славно Хорошо, что мы во всем разобрались Значит, нам пора возвращаться До свидания, Добрыня До свидания До новых расследований Хрум Или сказочный детектив Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok